В Самаре за полгода снизилось число детей, поставленных на учет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меры поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили на совещании в администрации под руководством главы города Елены Лапушкиной. Десятки инновационных проектов, смелые идеи и амбициозные цели в Самарской области проходят молодежный форум Приволжского федерального округа Иволга. В детском оздоровительном лагере «Арго» открылась естественно-научная профильная смена «Формула БИО». Какую программу подготовили для ребят? Продолжается ремонт путепровода 139-й километр на улице Земица. Наша съемочная группа узнала, на каком этапе находятся работы. Прошли испытания «Жарой» и не дрогнули на старте сезона. Самарские крылья советов одержали первую победу в чемпионате России, одолев Грозненский Ахмат. В этот понедельник глава региона Дмитрий Азаров принимает участие в Совете ПФО, который проходит в Нижнем Новгороде. Его проводит полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Участники обсудили вопросы работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, в частности, какие меры органы власти субъектов должны предпринять для бесперебойного функционирования предприятий и как регионы будут координировать эту деятельность. Меры поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили на рабочем совещании в администрации города под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. За первое полугодие 2023 года количество таких детей, впервые поставленных на учет, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом две трети из них уже устроены в семье. Об этом рассказала руководитель департамента опеки и попечительства Ольга Слесарева. Специалисты департамента оказывают различные виды помощи неблагополучным семьям. Работа нацелена на сохранение ребенка в его биологической семье, на вывод семей из трудной жизненной ситуации, оказание комплексной помощи в преодолении кризиса в семье. В результате этой работы с каждым годом сокращается число родителей, ограниченных в родительских правах. Если сравнить первое полугодие текущего года с аналогичным периодом 2022 года, то мы увидим, что процент детей, которые остались без попечения родителей, то есть социальное сиротство, оно снизилось на 15%. Это говорит о том, что профилактическая работа с неблагополучными семьям в итоге помогает сохранить ребенку родную семью. Кроме того, работу по поддержке детей-сирот проводят и другие ведомства городской администрации. Так, департамент управления имуществом до конца года закупит 171 квартиру для данной категории граждан. Обеспечение жильем льготных категорий граждан – один из приоритетов в работе главы региона Дмитрия Азарова. Всего с 2018 по 2022 годы жилье получили более 3,5 тысяч льготников этой категории. Они прошли жесткий конкурсный отбор и готовы громко заявить о себе на всю страну. Самарская область в 11-й раз принимает молодежный форум Иволга. В день открытия на поляне у Мострюковских озер работал наш корреспондент Анатолий Главко. Десятки инновационных проектов, смелые идеи и амбициозные цели. В Самарской области прошла торжественная церемония открытия 11-го молодежного форума Приволжского федерального округа Иволга. В этом году на поляну у Мострюковских озер приехали около двух тысяч юношей и девушек со всей России. В течение нескольких дней участники будут работать в восьми тематических сменах и по трем специальным направлениям. В этом году организаторы сделали упор на науку и технологии, наставничество и военно-патриотическое воспитание молодежи. Гости из разных регионов страны, заселившиеся в палаточный городок одними из первых, рассказали нашей съемочной группе о своих проектах. Ребята мечтают масштабировать авторские разработки и сделать так, чтобы о них узнало как можно больше людей. Это турнир по настольной игре «Тренажер по Великой Отечественной войне», создан для школьников города Пензы. Наш проект посвящен разработке форума, популяризующего техническое образование среди обучающихся 9-11 классов, проводимый в первую неделю ноября. Благодаря данному форуму мы сможем повысить число абитуриентов технических направленностей, в частности инженерных специальностей. Цель проекта – это вовлечение жителей Кироскобласти в занятия добровольческой деятельностью, причем в интересных форматах. Мы проводим ежегодно ярмарку добрых дел «Волонтерский пикник», где собираем все ведущие добровольческие организации нашего города и области, а также негомерческие организации и все, кто помогают людям. Традиционно на Иволге работает инклюзивный городок. Руководитель спецнаправления Наталья Родина рассказала, что ее подопечные участвуют в защите проектов вместе с представителями региональных делегаций. Мы всегда боролись за включение, за такую коллаборацию, чтобы ребята между собой, и теперь наши ребята, конечно, в проектную деятельность вовлечены гораздо больше, поскольку они и в обсуждении участвуют, и в своих проектов, и помогают защищать те проекты, которые привезли с регионов. Конечно, это очень-очень интересный, я считаю, ценный опыт. Организаторами молодежного образовательного форума выступают аппарат полномочного представителя президента России в Приворском федеральном округе, правительство Самарской области и Федеральное агентство по делам молодежи. Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание поддержке талантливой молодежи. Это одно из приоритетных направлений в работе регионального правительства. В день открытия с главной сцены форума к участникам с приветственным словом обратились почетные гости. Я очень рад вас всех видеть. Я очень горд тем, что форум проходит здесь, на Самарской земле, по поручению нашего национального лидера, президента страны Владимира Владимировича Путина. И, конечно же, мы искренне благодарны полномочному представителю президента страны в Приворском федеральном округе Игорю Анатольевичу Комарову. Без его участия, без его сопровождения нашего форума он бы просто не был возможен. Я прошу взять слово Олега Александровича Машковцева, заместителя полномочного представителя президента Приворском федеральном округе. Вам представляется уникальная возможность за эти 8 дней подружиться, за эти 8 дней стать единой командой, за эти 8 дней изменить себя, ну и после этого изменить к лучшему свои регионы, свой округ, свою страну. Форум продлится до 29 июля. Уже на этой неделе станут известны имена авторов проектов, которые получат гранты на реализацию своих идей. А пока гости продолжают работу в тематических сменах, участвуют в лекториях, мастер-классах и общаются с авторитетными спикерами. Иволга набирает обороты. Анатолий Головко, Константин Головин. События. В детском оздоровительном лагере «Арго» открылась естественно-научная профильная смена «Формула-био». Специалисты городского центра детского творчества «Металлург» с помощью различных форматов пообщаются со школьниками на тему экологии города и региона. Ребята будут посещать учебные занятия и заниматься творчеством. Подробности в нашем сюжете. Профильная смена «Формула-био» в загородном центре «Арго» начинается традиционно. С торжественной линейки, государственного гимна и поднятия флага. Ребят ждет уникальная, насыщенная и интересная программа. 230 детей из 9 отрядов посетят различные мастер-классы, лекции, дискуссионные клубы и творческие конкурсы по направлениям, связанным с естественными науками. На треке «Физика среди нас» сами создадут машину Голдберга. На биологии и окружающем мире поговорят о раздельном мусоре и заповедных местах региона. На модуле «Костюм от нитки до подиума» придумают авторские коллекции одежды. А завершится смена защиты проектов экопарков. Очень много образовательных треков, которые касаются экологии, где будет проект реализован, экопарка. Это каждый отряд будет разрабатывать свой проект. Им эта тема очень интересна, поскольку у нас многие дети не первый раз едут. Они уже очень много интересных проектов сами представляли. Всего в ведении городского департамента образования 6 загородных лагерей. В них проходят различные тематические смены. В лагерях реализуются образовательные программы туристко-краеведческой, волонтерской, технической, спортивной, патриотической и художественной направленностей. Сейчас уже начался блок четвертых смен. Организаторами профильных смен в загородных лагерях является у нас учреждение дополнительного образования. И, соответственно, работают с нашими детьми там педагоги дополнительного образования, учреждения подведомственных департаментов образования. Опыт работы у них в этом направлении очень большой. Кроме того, в городе летом работают 189 лагерей дневного пребывания. Таким видом досуга смогли воспользоваться более 15 тысяч детей. А для тех, кто хочет отдохнуть ближе к природе, открыт палаточный лагерь на базе центров «Авангард Самара» и «Мужество». Андрей Горгуленко, Петр Паломеев. События. В Самаре в активной фазе работы по обновлению путепровода 139-й километр, проходящего через улицу Земица. Они выполняются на средства областного и городского бюджетов. Ремонт стартовал 10 апреля. С тех пор действуют временные ограничения движения транспорта по улице Земица. От въезда на территорию завода РКЦ «Прогресс» до улицы Литвинова. На сегодняшний день основной демонтаж на объекте завершен. Специалисты выполняют строительно-монтажные работы. За ними следят общественники, а сегодня наблюдала и наша съемочная группа. На путепроводе 139-й километр по улице Земица трудятся и наверху, и под сооружением. В числе задач, согласно проекту, подъем и выравнивание пролетных строений. Всего шесть элементов конструктива, на которых потребовались такие работы. Уже подняли четыре пролета. Выравнивается их плоскость. На оставшихся меняются подферменники. Специальные металлические конструкции между ригелем опоры и пролетным строением, которые принимают на себя статические нагрузки. В процессе устройства коммуникативных мостиков, находящихся под путепроводом. Они необходимы для проведения различных кабелей и линий связи. Параллельно ведутся и другие работы. Так подрядчик приступил к устройству закладных деталей под коммуникации, опоры электропитания. К устройству гидроизоляции частично произведен монтаж водопропускных трубок. Не менее активно идет устройство выносных консолей и монолитных участков для системы освещения. Выполняются такие работы, как армирование шкафных плит, как на первом, так и на 23-й опоре. То есть это непосредственно монтирование арматурного каркаса, и потом уже в дальнейшем заливка и установка деформационных швов на данных участках. Параллельно выполняются работы по устройству выравнивающих слоев бетона. Это непосредственно на правом, на левом тротуаре. Путепровод 139-й километр – основная транспортная артерия, соединяющая крупные промышленные предприятия Кировского и промышленного районов с другими районами города. Здесь всегда большой поток грузового и пассажирского транспорта. По путепроводу проходит и трамвайная линия. В настоящее время рельсы демонтированы. Проводятся подготовительные работы для укладки новых путей. Сначала будут выполнены работы по устройству защитного и выравнивающего слоев бетона. Потом будет выполнен щебеночный балласт, так называемый, на который уже в дальнейшем будут монтироваться рельсошпальные решетки трамвайных путей. МБУ «Дорожное хозяйство» ведет контроль за ремонтом путепровода на каждом его этапе. От контроля соответствия выполняемых работ проекту и чертежам, до инструментального, а также лабораторного контроля смесей и материалов, применяемых подрядчиком. Наблюдают за выполнением работ на путепроводе 139-й километр и общественники. Особое значение для самарцев приобретает вопрос безопасности дорожного движения. Проектом ремонта на путепроводе предусмотрены барьеры безопасности, разделяющие тротуар, трамвайные пути и автомобильную дорогу. Для этих целей будут использоваться металлические конструкции, сборные железобетонные и монолитные заграждения. Зонирование не только обезопасит пешеходов, убережет их в случае ДТП, но и предотвратит выезд автомобильного транспорта на трамвайные рельсы. Прежде всего это безопасность. А безопасность что предполагает? Предполагает это и разделительные полосы, разделительные блоки, для того, чтобы это было безопасно и для транспорта, который грузового транспорта, соответственно, и для транспорта, то есть общественного, плюс для наших, для обычных жителей этого района. Подрядчик трудится в усиленном режиме. Все необходимые материалы были закуплены заблаговременно. Несмотря на то, что муниципальный контракт на ремонт путепровода двухлетний, специалисты нацелены на то, чтобы уже до конца октября текущего года справиться с первостепенными задачами. Завершить основные работы на объекте и запустить движение транспорта через путепровод планируется уже в этом году. Незначительный объем работ, который уже не повлияет на дорожный трафик, может остаться на следующий год. Развитие и обновление дорожной инфраструктуры в регионе – одно из приоритетных направлений в деятельности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Повышенное внимание уделяется ремонту объектов, особенно тех, которые входят в опорную дорожную сеть. В их числе путепровод – 139-й километр. Галина Топилина, Николай Сидоров. События. На набережной в районе Первомайского спуска прошел финал конкурса граффити и торжественное открытие расписанной стены по эскизам победителей. Новое красочное изображение появилось в рамках фестиваля пляжных видов спорта. Подробности у наших корреспондентов. Арт-объект на стене набережной протяженностью 30 метров в районе Первомайского спуска посвящен летним видам спорта. Например, это пляжные волейбол, футбол, теннис и фризби. Всего 11 видов. Граффити нарисовали в преддверии физкультурно-спортивного фестиваля. Когда необходимо креативить, это бывает сложно. Но наши все участники справились. Мы проводили очень серьезный отбор. Они дорабатывали эскиз в единый какой-то стиль. Придавали ему единый стиль и соединяли фрагменты каждого рисунка в один. Если всем понравится наше творчество, мы продолжим сопровождать наших спортсменов в наших фестивалях картинками, красивыми. В общем, соединили творчество и спорт. Чтобы граффити оказалось на стене набережной, порядка ста художников из Самары и Москвы прислали свои эскизы на конкурс. Лучшие идеи воплотили в жизнь. На это ушло три дня. Самара – первый город, где проводится такого рода мероприятие. Перед участниками конкурса стояла задача создать неповторимые эскизы, которые впоследствии будут размещены на набережной и станут визитной карточкой и арт-объектом для наших посетителей, гостей города. Фестиваль пляжных видов спорта «Самара Опен Комус Фест» пройдет с 26 по 30 июля. В нем будут представлены восемь видов спорта. Половина, наверное, участников – это самарские, хотя участники представлены со всех регионов нашей страны. Начинали мы с пляжного футбола, пляжного волейбола, пляжного тенниса. И вот постепенно у нас внедрились и пляжные регби, и алтимат фризби. И в этом году впервые у нас пляжный баскетбол, пляжное сумо. Поэтому фестиваль развивается, привлекает новых участников, открываются новые локации, как сегодня. Это замечательный арт-объект. Спортсмены на фестивале по пляжным видам спорта разыграют призовой фонд – более трех миллионов рублей. За денежное вознаграждение будут соревноваться более тысячи участников на 20 площадках спортивного городка на второй очереди набережной Первомайского спуска. Ксения Баканова, Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События. В Самарском дворце спорта завершилась матчевая встреча бокс на Волге. За победу на ринге боролись сборные команды России и Сербии. Кто одержал победу в нашем материале. Праздник спорта в Самаре стартовал международной матчевой встречей бокс на Волге между сборными России и Сербии. Первыми в ринге показали класс Максим Кузнецов и Тамир Голанов. Россиянин легко одолел соперника и национальная сборная повела в счете 1-0. Там ловишь кураж и просто наслаждаешься поединком. Я работаю на результат в первую очередь, а зрители это уже второтепенно. Им большой поклон за такую энергетику. Я всех слышал. Это очень заряжает. Показывать результаты, радовать любителей бокса продолжила почти вся сборная России. В итоге победа над сборной Сербии 6-1. Один бой проиграл тяжеловес Алексей Салмин, представляющий Самарскую область. Его переиграл дагестанец из сборной Сербии Саддам Магомедов. В главном профессиональном бое вечера сошлись супертяжеловесы. Весом более 100 килограммов россиянин Артем Суслинков и американец Кевин Джонсон. Они радовали публику пушечными ударами и непробиваемой защитой 8 раундов. В итоге рефери объявил поединок. Показательным счет оказался равным. Это было неожиданностью, но бой же выставочный. Поэтому вот так все. Я планирую переехать в Самару. Буду развивать здесь бокс, выступать за самарскую область на соревнованиях. Потому что здесь здорово, красивые женщины, вкусная экологическая чистая еда и замечательная природа. Аналогичный турнир уже проходил в Самаре в этом году. В марте встречались сборные России и Белоруссии. И сегодня тоже по накалу, по соревновательности с сегодняшней боей уже с сербскими боксерами. Многие, которые, конечно, там российской, там советской школы выходцы. Да, очень интересно. У нас там полный дворец, люди болеют. Красивый, на мой взгляд, бокс интересный. Потому что я стараюсь присутствовать на всех таких мероприятиях. И вот именно с точки зрения популярности в проведении, ну, Самара, мне кажется, выходит сейчас в лидирующие позиции в России. Участников и зрителей турнира «Бокс на Волге» со спортивным праздником поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. И отдельно хочу, чтобы мы еще раз поприветствовали парней, которые показали сегодня свой профессионализм, проявили лучшие качества, мужество, храбрость. Все это стало, конечно, большим, важным зрелищем для всех нас. Для любителей бокса, для любителей спорта, для начинающих спортсменов. И я рад, что турнир проходит не первый раз на Самарской земле. «Бокс на Волге» уже стал брендом. Организаторы турнира «Бокс на Волге» планируют провести осенью третий праздник спорта в этом году. На этот раз соперником сборной России на ринге могут стать спортсмены из Азербайджана или Таджикистана. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин и Викозановские события. Крылья Советов серьезно заявили о себе в первом туре российской футбольной премьер-лиги. Дружина Игоря Осенькина одолела Ахмат в Грозном со счетом 1-2. Наш корреспондент Анатолий Головко с нетерпением ждал старта нового сезона и готов рассказать о событиях, которые происходили на поле в день матча. Прошли испытания с Жарой и не дрогнули на старте сезона. Самарские крылья Советов одержали первую победу в чемпионате России, одолев Грозненский Ахмат со счетом 1-2 на выезде. Наставник Волжан Игорь Осенькин удивил своего визави Сергея Ташуева, доверив место в старте молодому таланту с белорусским паспортом Егору Карпицкому. Забегая вперед, отметим, что новичок имел хороший шанс, чтобы отличиться в первой половине встречи, но промазал поворотом Шелли из выгодной позиции. А вот кто действительно доставил много проблем обороне команды из Чеченской Республики, так это аргентинец Гаре. Бен эффектно пользовался своим главным оружием – техничными финтами. Уже на 13-й минуте встречи Юркий полузащитник получил пас от Ежова, ворвался в штрафную соперника, убрал нескольких защитников на дриблинге и расстрелял владение голкипера хозяев поля. 0-1 в пользу гостей. Под занавес первого тайма Роман Ежов мог удвоить преимущество Волжан, но замешкался при выходе 1 на 1 с Шелли и атака захлебнулась. На старте второго отрезка поединка крылья прибавили и смотрелись сильнее оппонентов. Дружине Осенькина не хватало лишь точного завершающего удара. Примерно за 10 минут до конца основного времени матча грозненцы проснулись и попытались восстановить равновесие. Футболисты Ахмата старались скрыть оборону самарцев во время штурма, но защитники гостей блокировали практически все удары игроков атакующей группы клуба из Чеченской Республики. На 77-й минуте Игорь Осенькин выпустил на поле Бабкина. Сергей, вдохновившись игрой аргентинца Гаре, повторил его подвиг. Накрутил сразу нескольких защитников в чужой штрафной и отправил второй мяч в сетку ворот Шелли. Уже в компенсированное время Ахмат получил право на пенальти, Роман Евгеньев сыграл рукой, Карасев посмотрел повтор и уверенно указал на точку. Гамит Агаларов забил, но этого не хватило, чтобы спасти матч. Крылья одержали первую победу и положили в копилку три очка. На пресс-конференции Игорь Осенькин отметил, что эта игра должна придать футболистам уверенности в собственных силах. Выигрывая вот такой матч в сложной борьбе, сложную игру, это очень важно, особенно в начале чемпионата. Автор победного гола Сергей Бабкин поделился эмоциями после поединка. Чуть-чуть там подфартил, я не знаю, и в итоге забил гол. Ну, счастлив, конечно, это на самом деле не так уж много я забиваю. И плюс еще такой красивый гол. Роман Ежов, преодолевший отметку в 100 матчей за клуб, пригласил поклонников Крыльев на ближайшие домашние игры нового сезона. Дорогие болельщики, мы вас очень любим, мы ждем, надеемся, будет вас очень много, потому что без вашей поддержки мы бы не добивались никаких результатов. В среду 26 июля Крылья Советов сыграют первый официальный матч нового сезона на родном стадионе против Калининградской Балтики в групповом этапе Кубка России. Поединок начнется в 19.30. Мы будем всесторонне освещать эту встречу на наших информационных ресурсах. Следите за анонсами в социальных сетях телеканала «Самара ГИС». Анатолий Головко, События. В Самаре завершился городской этап соревнований дворовых команд «Лето с футбольным мячом». На поле площади Куйбышева встретились мальчишки и девчонки двух возрастных категорий. Подробности в нашем сюжете. Заключительный этап турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» прошел на площади Куйбышева. За победу боролись мальчишки и девчонки, победившие в своих районах и вышедшие на городской этап. Возрастных категорий две – 2009-2011 годы и 2012-2015. 13-летняя Виктория Франк рассказывает со спортом на «ты». Три года успешно занимается фехтованием. Заняла первое место в школьных соревнованиях, второе – в городских. А летом с удовольствием играет в футбол. Я очень люблю спорт. И до этого занималась спортивной аэробикой 8 лет. И я люблю спорт и занимаюсь им с удовольствием. Варя Томазовой дома тоже не сидится. Девочка 9 лет занимается танцами, а также каратэ. И четвертое лето участвует в футбольном турнире. Я просто люблю спорт. И я всегда люблю участвовать в таких играх, особенно за лицей, за школу. Я чувствую то, что какую-то радость. Изнутри вот что-то тянется. Прям слезы, наверное, радости. Егор Коломин настроен решительно. Говорит, на поле выходят только за победой. Я принимаю уже третий год подряд. Каждый раз мы стараемся, выиграем район и выходим на город. Приятно всегда выигрывать. В этом году турнир по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» юбилейный. Он проходит в 15-й раз. С 2019 года проект вышел на всероссийский уровень. К нему присоединились 73 регионы России. В период летних каникул такая пауза возникает в соревновательной деятельности. Поэтому турнир «Лето с футбольным мячом» решает вот эту задачу, когда мы не бросаем детей. Футбол – это вид спорта. И, как в любом виде спорта, мы ждем сюрпризы, ждем неожиданности. Как говорят, мяч круглый. Поэтому игра покажет, кто будет сильнейшим. Реализация проекта тесно связана с целями и задачами национальных проектов и способствует развитию спортивной инфраструктуры региона. Ведется постоянный мониторинг спортивных площадок и школьных полей. Благоустраиваются имеющиеся и строятся новые площадки. Увеличивается количество дворовых тренеров. А главное – растет число детей, увлеченных спортом. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется работа по развитию спортивной отрасли, созданию условий для занятий физической культурой и спортом, развитию необходимой для этого инфраструктуры. Победители городского этапа чемпионата «Лето с футбольным мячом» поборются за победу на областном этапе соревнований. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События. Бесплатно приобщиться к физкультуре и танцам в областном центре можно благодаря акции «Самара в движении». Спортивные городки и танцевальные площадки построены в разных районах города. Одна из них расположена в парке имени «50-летие октября». Подробности у Светланы Тимофеевой. Татьяна Куцева теперь приходит в парк «50-летие октября» практически каждый вечер. В рамках городской акции «Самара в движении» здесь проходят коллективные занятия с профессиональными тренерами. Лето, коллективные тренировки, ну как бы очень приятно нравится. Ходила в спортзал, в спортзале это все равно железо тягать, а здесь групповые занятия. Ну, коллективная поддержка. Ну и хорошая как бы разминка для тела, для суставов, не напрягаясь и растяжка. Мне очень нравится. Физкультурно-оздоровительная акция «Самара в движении» проходит с третьей декады июня и продлится до конца лета. Тренироваться и танцевать можно самостоятельно или в команде с профессиональным тренером бесплатно. В проекте участвуют спортивные федерации, фитнес-клубы и танцевальные студии. Впервые акцию «Власть областного центра» провели в год чемпионата мира по футболу. Заметив ее популярность, решили сделать традиционной. В вечернее время каждый житель нашего города может как самостоятельно, так и под руководством инструктора по физической культуре и спорту, приобщиться к занятиям спортом. Инструктор по городочному спорту работает по выходным дням с 17 до 21 часа. Люди могут заняться фитнесом, йогой, танцами. Очень нужны, потому что есть люди, даже можно сказать, которые находят отдушину. Сюда приходят, для них это святое время. Они, как, я не знаю, для многих даже видно, что реабилитация, для многих это просто физкультура. То есть, ну, они находят в этом свое. Это очень здорово. Каждый год к акции «Самара в движении» присоединяются новые виды спорта. Становится все больше и площадок. В этом году они расположены на площади Куйбышева в парках «Гагарин» и 50-летие октября, а также на пляже под Первомайским спуском. Актуальную информацию и расписание тренировок можно найти в группе ВКонтакте «Самара в движении». Городской департамент физкультуры и спорта планирует сделать акцию еще масштабнее. Спортивные городки появятся во всех районах областного центра. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. На госуслугах начался прием документов УУЗа. Заявление можно подать в пять любых высших учебных заведений страны, причем в каждой на пять специальностей, без личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтвержденная учетная запись на госуслугах. Подавать заявление можно на любые формы обучения, также на платное и целевое обучение, на программы бакалавриата и специалитета, на второе высшее образование. В этом году к сервису уже подключены 1022 ВУЗа. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, а на платное не позднее 20 августа, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Телеграм-канал советского района приглашает жителей пройти диспансеризацию. Основная цель обследования – своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуг. Череда летних праздников двора продолжается в Красноглинском районе, информирует их телеграм-канал. Праздник двора детства «Это мы» пройдет 25 июля в 18 часов в поселке Мехзавод, квартал номер 2, дом 16. 26 июля в 18 часов в поселке Управленческом, улица Симферопольская, дом 1. 27 июля в 18 часов в поселке Красная Глинка, квартал номер 5, дом 1. В праздничной программе конкурсы «Викторина», зажигательная музыка, призы и подарки, яркий аквагрим. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»